Популярность на урок увеличилась после отбора Евровидения, особенно в Украине. Вы не хотите поучаствовать? Мы думаем об этом, но мы еще точно не знаем. Мы не можем сказать, что точно да или точно нет. Надо подумать об этом. У этого желания есть, да? Мы не взялись. Я просто, на самом деле, опять же, мне надо лучше не говорить. Никогда так не начинают. Интрига. Я думаю, если не хотите отвечать, значит все-таки задумывались. Мы думали раньше все, да. Конечно, история, которая произошла с Марук, она... Она не проиграла. Она выиграла и потом еще раз выиграла. Вот что произошло. Она выиграла в плане того, что... Ну, она бы поехала. И что дальше было бы? Я не знаю. Руслана, она выиграла. Хорошо. И что дальше? И что произошло дальше? Не именно сам конкурс. И на отбор. Многие нас использовали. На отбор, да. На отбор ради хайпа. Да. Это она и есть на самом деле. Ну... Не знаю. В данный момент у меня немножко упало. Упало вообще видение о Евровидении. Не знаю. Потому что, ну, после этой ситуации, ты вообще не понимаешь... Можно не выиграть. Можно быть на отборе. А можно выиграть. Ну, в любом случае. Можно презентовать свою песню. Да. Можно, чтобы люди тебя знали. Да. 50% 90% исполнительных, которые дойдут. Угу. Ну, это же здорово. Да. Вообще это круто, что дают возможность артистам показать себя. И на такую большую аудиторию это обалденно. Это большой шанс. Должно произойти всё. Должна появиться песня. Должна... Это бюджет определенный. На который надо просто тоже как-то... Ну, нужно понимать, насколько это подъемно. Вот. Насколько... И еще. Меловин, который там был, да, допустим, который выиграл. У него была определенная огромная аудитория, которая его поддерживала. До этого он был на X-Factor. Поэтому... Нужно иметь огромную армию фанатов. Если народ нас будет так поддерживать... Когда народ нас будет так поддерживать? Вот. Тогда можно смело... Ну, не знаю. Может, нужно. Может... Мы подумаем. Мы подумаем. Да. Все знают, да или нет. Ну, мы задумались об этом. Пыталась составить клингл сначала. Да. Я ее готовила тогда, кстати. Да? Да. Ну, просто локально мы вместе в студии писали. В прошлом году ее не взяли с Dram Groove. Даже прямой эфир ее не взяли. Да. Вы знаете? Она была на Dram Groove? Она пыталась, но ее даже не взяли в закрытый как голос. Серьезно. Ну, не знаю. Она раскладывала просто у нас здесь на байке. Только с третьего раза ее наконец-то признали. Пригласили. Так что... Пытаться надо. А типа проекты «Голос Краина», «X-Factor» или... Были. Я была на «Голосе Краина». Дина, да? Да. А что нам сказали? Что там сказали? Дело в том, что я была немножко... Другая. Ну, в общем... Это какой сезон был? Это было... Не помню. Просто про... Затурите там. Не помню. Этикин далее. Круто все. Круто было в Краине. Где-то после эпохи дошли, да? Да. Дошла. Зашли? Ну да погуглит. Хорошо. В Краине уже, кстати, появился украинский женский рэп. Это и Алена Алена, и Алина Паша, и Мама Рика. Как вам вот эти исполнительницы? Мама Рика. Мама Рика Сол. Да. Сол РНВ исполнительница, которая нам нравится давным-давно вообще. с фабрики звезд еще. И мы ее поддерживаем. Она действительно поющая, крутая, талантливая украинская исполнительница. Рэп я ее не могу назвать рэпом, но... Алена Альмана. Просто я думала в ютубе и хорошо. Вот Алена Алена, я считаю, что она просто... Пушка. Да. Пышка, 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 пышка. Просто реально я не встречала никогда еще в Украине настолько ритмичного человека. Ну, в плане ритмики у меня нет слов. Молодец. Большой молодец. Грайм – это новое для Украины. Ну, не новое для мира, но новое для Украины. Это существует. Ну, это очень круто. Вообще круто, что такие герои появляются, рвут шаблоны. Потому что все привыкли, что артист – это значит двухметровый худой какой-то человек, неземной, который ходит в корсете на каблуках и вообще... Ну, моя сестра. Она сверхъестественная, какая-то прикольная, из людей, экстра-человек. Только что, пишет парень, не знала о вас две минуты назад. Потом посмотрел ваш крик – вы крутые. Спасибо. Спасибо огромное. Ближайшее выступление где состоятся? Сегодня? Да, сегодня не кактус. Есть такая организация-банда, которая организовала большую конференцию. Вот. И мы там будем выступать. И можно сказать, что там будет Дорн. Потом, после нас. Мы так очень рады, что мы перед ним выступим, разогреем. Это как корпоратив? Нет, это конференция. Нет, это конференция. Большая конференция. И 29 числа. Фестиваль будет Кабака. Вот. Это будет где-то на набережной Крещатинской. И там тоже будем выступать. Еще у нас будет Атлас Викенд. При которой мы просто очень рады, что мы туда попали. И там будет наш любимчик Иса Проки. Который приедет прямо из Гарлема. Вот. Баби. Баби. Блэй Кайт Пис. И Литл Пип. Все наши герои будут. Да. Вы будете первый раз перед вашей аудиторией выступать? Да. Там же 517 тысяч человек было в прошлом году. Да. Да. Не переживаете ли? Наспокойтесь. Сейчас нет. Нет, сейчас нормально. Мы не знаем, что будет прямо на кануне выступление. Но сейчас, пока вы не сказали, нормально было. Можно попросить вас спеть фрагмент песни экстра? Угу. Из какого момента? Давайте с первого. Ту-ду-ду. Ты один справился. утром-у. Утром-у. Ту-ду-дау. Уто находит peakляется клоёйл! Норм impostое. Полётся на esquer lower. Popular говорят озере о себе лит parfait. Есть, измен, не вёлсяER. По вещи бо strengths с верховно базовые цитиру, по clinically, в kant... С rectangle сonta до моей аудитории, В описании. Спасибо! Спасибо большое за ответы! Спасибо большое! Пожелания для поклонников приглашать на свои концерты! Спасибо большое! Мы с удовольствием придем к вам еще раз! Очень было приятно! И наконец-то в Кобзаморской парке! Ура! Круто! Спасибо!